всем привет сегодня мы находимся на маленьком пляжике таком то есть у нас был обзор достаточно крупных пляжей и по пути мы решили заехать на маленький такой полу дикий пляж который называется банана бич кстати да почему-то в таиланде вот именно маленькие пляжи они носят такие названия то есть freedom банана ну какие-то европеизированные что ли как вообще найти этот пляж пока мы еще не спустили сразу расскажу находится он между банктао и найтоном то есть вот там вот на южной стороне находится банктао сзади меня найтон ехать прям по побережью если от банктао нужно будет доехать до отеля который называется три сара я думаю что на карте вы его легко найдете и вот от три сары сразу двигаться на север и прям по дороге вот будет вот этот указатель на котором написано банана бич вот в принципе все здесь спуск такой через джунгли и я почему-то думаю что тут ступеньки но тут просто какая-то песчаная такая местность и мы сейчас поспустимся и я вам там расскажу про этот пляжик тут достаточно такой резкий спуск он такой сыпучий а в шлепанцах вообще неудобно мама мама господи я какая-то неуклюжая так осталось чуть-чуть тут просто невообразимо красиво просто потрясающий вид вот он маленький кусочек края на пукете честно я очень люблю вот эти вот маленькие дикие пляжики на самом деле банана бич у него также есть название банана рог бич и он какое-то время был таким типа секретным пляжем то есть маленьким я о нем честно узнала от вообще от людей от вас от подписчиков что многие из вас не говорили что это очень милый такой хороший пляж и что сюда стоит съездить вот и я решила что поеду и покажу всем остальным пляж совсем небольшой то есть он где-то 150 180 метров наверное в длину но я не знаю это такой маленький найхарм что ли я не знаю как его называть пойдемте к воде подойдем там обзор получше и я еще что-нибудь вам расскажу пляж вообще сам собой представляет такую небольшую бухточку и я так понимаю что здесь постоянно такое спокойное относительно спокойное море да то есть даже когда везде бушуют волны здесь очень приятно здесь по бокам как раз есть скалы я думаю что здесь можно хорошо поснорклить честно не знаю пляж маленький дикий но стоят лежаки есть фудкорт в принципе все для такого спокойного расслабленного отдыха есть сзади меня как раз стоят лонгботы которые вас довезут до ближайших более крупных пляжей либо на каких-то островов здесь кстати немноголюдно то есть на том же тритранге да народу очень много здесь как бы нет прям вот отеля на берегу только вот наверху стоит отель я так понимаю что это и есть как раз та самая тресара о которой я рассказал в самом начале здесь просто потрясающе мягкий песочек если вы хотите пофотографировать какой-то райский уголок я думаю что банана бич вам в принципе подойдет ну и конечно же если вы находитесь где-то поблизости то есть там район банктау или найтона заезжайте сюда буквально на денек да там пару часиков отдохнуть покупаться повторюсь опять же люблю маленькие пляжики они обычно все таки кардинально отличается от больших таких крупных популярных пляжей поэтому если вам надея шум по тонго вы устали от волн на короне просто садитесь на байк или берите такси и приезжайте на какой-нибудь маленький спокойный пляж вот например на банана бич вода просто потрясающе теплая и она к тому же прозрачная чистая и вообще вот этот цвет андаманского моря мне кажется такое есть только где-нибудь на мальдивах я не знаю либо на сейшелы это просто ну вот действительно место с картинки да вот то что вы видите там райские уголки баунти там рекламы все дела вот это как раз то море красивая лазурная даже бирюзовая мы сейчас пришли вот на север пляжа он конечно небольшой тут страны его как-то вообще делить вот здесь как раз они меня скалы и в принципе я думаю что на этом я закончу свой рассказ про пляж банана бич или банана рок бич вот и я вам советую приезжать что если вы будете где-то в этом районе да ну то есть специально сюда ехать наверно как-то странно будет потому что все-таки это север да если вы где-то отдыхаете там на на их арне до сюда будет долго добираться вот но если будете где-то мимо проезжайте обязательно заезжайте покупаетесь отдохните возьмите лежал здесь же можно покушать тут не так много народу отдыхают в основном европейцы но и русские ребята тоже есть вот и возьмите с собой фотоаппарат обязательно сделать пару снимочков и конечно этом в инстаграм чем запостить тоже как можно не запостить что-то в инстаграм вот подписывайтесь на канал оставлять свои комментарии задавайте вопросы смотрите описание под видео там постараюсь рассказать как вообще найти этот пляжик потому что он все-таки маленький вот и спасибо вам большое за просмотр и всем пока весь в принципе пляж банта он достаточно густо населен потому что он популярным среди туристов в том числе и среди наших соотечественников русских туристов на самом деле я впервые на пляже банктау как-то не приходилось сюда доезжать но расскажу немножко что я не читала вообще